Всем привет, ребят! Если честно, перезаписываю данный ролик уже третий раз. И каждый раз у меня ощущение, что я записываю его всё хуже и хуже. Проблема тут одна. Мне хочется записать подкаст, поговорить с вами, поделиться о многом. А в 10-минутный формат я не могу уложить, всё получается скомканное, и я не раскрываю до конца мыцель. Поэтому давайте быстренько начнём. Вот вам два победителя по одной тысяче игрового золота. А под этим видео, ребят, чтобы и вас порадовать, и мне голду раздать, я разыграю 10 призов по одной тысяче игрового золота. Итого 10 тысяч игрового золота. Условия у вас сейчас будут на экранах. Кто хочет, принимайте участие в раздаче голды, ничего серьёзного там нет. Кстати, о раздаче голды сразу быстренько скажу, что изначально раздача голды была придумана для того, чтобы привлечь аудиторию на канал. Ну, серьёзно, я посмотрел, что у меня 60% смотрящих это люди, которые не подписаны на канал. То есть они постоянно приходят, постоянно смотрят видео, но по какой-то причине не подписываются. У кого-то просто не было аккаунта в ютубе, кто-то просто, ну, ему в рекомендованных всё равно постоянно видосы попадаются какие-то. Какие-то не попадаются, из-за этого на некоторых видосах было меньше просмотров. Ну, в общем, люди не видели для себя смысла подписаться. Вот таким вот немножечко может быть и читерным способом, но сейчас у меня количество смотрящих это как раз-таки 60% с копейками и чуть больше 30% это люди, которые всё ещё смотрят не подписавшись. Ну, это их дело, но таким образом, ребят, мне кажется, розыгрыш голды своё дело выполнил. На сегодняшний день пользы от розыгрыша голды для канала я никакой не вижу. Поэтому до сентября решил взять паузу. Этот месяц обязательно добью по голде. Все, кто выиграли, все получат обязательно. И призы, скорее всего, в конце месяца по голде будут жирнее. А со следующего месяца на 2 месяца беру паузу, но это не значит, что я голду перестану раздавать. Просто формат раздачи изменится. Скорее всего, вернусь к старому формату. Раздача на стриме. Я делаю фраг. Один из случайных зрителей получает игровое золото. Если что-то не понравится, может быть, придумаю новый формат. Но пока что вот склоняюсь к этому. Ещё до конца не продумал. Кто-то может сказать, что ой, да тебя зрители, которые подписывались только ради голды, сейчас все и отпишутся. Вы знаете, я тоже этого боялся в своё время. То есть я об этом думал. Поэтому я очень долго вообще как-то неактивно использовал розыгрыши голдовые у себя на канале. Потому что, ну, действительно этого боялся. Но, знаете, практика показала, что люди действительно и заинтересовались каналом, смотрят видео. И смотрят достаточно активно. И отписываться вроде как не собираются. Ну, кто-то отписывается, конечно. Но это дело житейское. У меня в день, там, например, может подписаться тысяча человек и отписаться 800. То есть тут текучка такая происходит. С этим я отлично всё понимаю. Кстати, многие не понимают, почему канал миллионник, а просмотров там 100 тысяч в лучшем случае на видосах. Ну, всё очень просто. Канал-то очень старый. И на всех старых танковых каналах подобную тенденцию можно без проблем наблюдать. Здесь всё до банального просто. Люди, которые подписывались там 5 лет назад, могут уже тупо в танки не играть. А может быть и ютубом вообще не интересуются. Поэтому мёртвых душ на старых каналах, да, посмотрите, каналы, которые миллионники, танковые, да и вообще многие каналы, которые созданы не последний год-два, там процентное соотношение подписчиков и просмотров, ну, оно немножечко странное. Но с этим ничего не поделаешь, танки не молодеют, и аудитория, она и в танки забивает играть, многие, и, соответственно, перестают смотреть видосы по танкам, потому что танки их перестают интересовать. Наверное, одним из правильных путей развития это мультигейминг, потому что, ну, всё-таки игровой канал, может быть ещё какие-то интересные видео. Так что, ребята, до миллиона ждём, смотрим вообще на тенденции, какие будут в дальнейшем, но, скорее всего, потихонечку на канале будет мультигейминг, но не всё подряд, да, как на игровых каналах, а только самые интересные, самые, ну, игры, которые мне лично интересны. Я отлично понимаю свою аудиторию, которая подписана на канал, это взрослые в основном люди, здесь молодёжи не очень много, я имею в виду тех, кому меньше 18 лет, хотя 18 лет это тоже молодёжь, но это уже совершенно летняя молодёжь. У нас примерно вкусы с людьми совпадают, поэтому, я думаю, большинство аудитории взрослой, им мой выбор по играм понравится. Но я с этим не тороплюсь, будем к этому потихонечку подходить. Кстати, здесь именно поэтому у меня есть ещё один момент, то что я вообще свой канал создавал как канал для того, чтобы немножечко поработать над собой. Дело в том, что в 2013 году мне предстояло множество лекций проводить, сейчас, слава богу, это всё уже пройденный этап, а я не очень люблю большое количество людей, и когда, внимание, большого количества людей приковано всё ко мне. Поэтому я подумал, что как тренинг для меня YouTube может стать хорошей площадкой. Ну и плюс, здесь можно поднастаскать свои навыки в видеомонтаже. Кто помнит мой канал, когда у меня не было ещё даже 10 тысяч подписчиков, в монтажку я заморачивался по полной. Куча переходов, куча эффектов, куча юморных вставок и всего-всего-всего-всего на одно видео уходило до двух недель. Я, конечно, понимаю, что при таком темпе выпуска собрать какую-то аудиторию было тяжело. Сейчас я понимаю, что для людей монтаж это не самое главное, а информация и подача это гораздо важнее. В общем, YouTube мне в этом отношении помог. Мне стало гораздо проще общаться и с людьми, и друзей я здесь себе новых много заимел, помимо тех, что у меня уже были. У меня появились друзья во многих городах, так что, ну, жизнь стала, мне кажется, интереснее. Вот, чего стоит только встреча с Димкой Корзиночем, с Заразным, со Вспышкой, с которым мы шикарно пообщались. И многие мои взгляды, в том числе и на танковых блогеров, поменялись. Ну, то есть, это, все эти общения, это всё очень хорошо, это помогает и личностному росту, ну, и на канал тоже благоприятно сказывается. Ну, и теперь переходим к самому интересному, да. Как я и сказал, я небольшой фанат находиться где-то на сцене в центре внимания, я небольшой фанат там где-то на дискочах в центре зала тусить и зажигать. В общем, вот это вот всё, я небольшой любитель. Кроме того, я небольшой любитель. И у меня талантов в этом отношении нет в шутках и так далее. То есть, я самый настоящий технарь, суровый такой, и если юмор у меня есть, то его можно охарактеризовать как высокоинтеллектуальный, но на самом деле это означает лишь только то, что его понимаю я один. То есть, слишком тонко шучу, что никому не понятно. Поэтому я решил попробовать, а вдруг у меня получится благодаря ютубу прокачать и этот скилл. Но я также отлично понимаю, что рисковать и выпускать подобные ролики на своём основном канале, но это слишком большой риск. Здесь аудитория привыкла к одному за такие, знаете, здравые рассуждения, анализ и так далее, какие-то новости. Ну, в общем, всё на серьёзных щах, и аудитория здесь собралась примерно такая же. Но люди мы все разные, и я смотрю в том числе и много каналов на ютубе. Не танковых, просто много каналов на ютубе. И есть очень много юморных форматов, которые, в принципе, на мой взгляд, я могу вытащить. Они вторичны, но я их для начала попытаюсь перевести на танковую тематику. То есть вы не удивляйтесь, если на моём втором канале, ссылку на который вы найдёте в описании, вы увидите шоу, да, ну, скажем так, форматы роликов, которые, ну, есть и на многих других ютуб-каналах. Но я сам просто для себя хочу попробовать себя в этом направлении. Ведь, в конце концов, когда я начинал деятельность на танковом ютубе, это все здесь ниши были уже заняты. Вообще все. Здесь ребята, которые не первый год занимались танковым ютубом, они заняли все-все ниши, и было тяжело находить свою. Но в конечном итоге, для начала просто подражая их гайдам, да, для меня были авторитетами Вспышка, Глеборг и многие другие, Иса Пансер. В конечном итоге, подражая им, я выработал какой-то свой некий стиль, и, ну, мне кажется, ну, люди, если подписываются, если люди смотрят, значит, кому-то этот стиль понравился. Вот примерно сейчас я хочу то же самое сделать на втором канале. Сначала буду пытаться делать то же самое, что делают и другие в направлении юмора. Если вам кажется, что а нафига, я вам поясню просто-напросто. Для меня это личный тренинг. Юмор — это моя слабая часть. Я, как и сказал, шутить я умею, ну, скажем так, возможно, где-то что-то смешное проскакивать, но этот момент мне надо тренировать. И интонация имеет в том числе немаловажную роль. Не только то, что ты говоришь, да, но и как ты говоришь. Поэтому я отлично понимаю, что у меня на сегодняшний день все это получается очень, скажем так, на слабую троечку, а может быть, даже на твердую троечку, это уж вам судить. Может быть, кто-то считает, что на пять с плюсом. Но в этом случае просто означает, что у нас с вами чувство юмора одинаковое. Ну, в любом случае, я решил не рисковать и не мучить аудиторию моего основного канала и создал второй канал. Вот вчера буквально я выпустил там первое экспериментальное видео. Я сразу всех предупреждал, что юмор будет экспериментальным. И рубрики будут разные. И потихонечку, пока что там танковая аудитория, я буду делать ролики больше по танкам. Но постепенно я буду пробовать себя и в других жанрах. Не только танковый юмор. Возможно, вам понравится. Есть у меня задумки для нескольких рубрик. Ну, и мне очень важно ваш отзыв, ваш фидбэк. Поэтому у меня огромная просьба. Кому не жалко там 5-7 минут своего времени, пройдите на второй каналчик. Подписываться. Если вам понравится, вот теперь, когда там есть видео, я прошу не просто подписываться, а подписываться только, если вам видос понравится. Если не понравится, пишите смело об этом в комментариях. Для меня важны ваши отзывы. Ну, и, может быть, какая-то поддержка от вас. Мне было бы тоже приятно ее получить. И вот сейчас я снова понимаю, что за отведенное время рассказал только половину того, чего хотел. Поэтому вторую половину, наверное, оставлю на тот момент, как все-таки канал, я буду надеяться, что все-таки это произойдет, наберет миллион подписчиков. Вот этот вот основной. И там я запишу уже большой подкаст, где расскажу и, наверное, отвечу на многие ваши вопросы. На этом у меня на сегодня все. Если первый раз на этом канале, подписывайтесь, не забывайте. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...